привет снова всем зрителям и подписчикам канала сегодня у нас как и обещал пятница 19 августа 2016 года утречка и кому интересно половина 9 вот наконец таки я проснулся привел себя в нужный вид наверное и готов для вас продолжить прохождение данной игры фонтару собственно говоря и продолжаю дарасьте сначала тут один чудик за мной бегал теперь вас тут много для так что не подзадачно так рука доктора ну да мне получается нужно уходить отсюда так ну что ж у нас отличное начало серии походу меня сейчас и убьют только не вздумайте за мной бежать где уже все забрал так как блин сколько вас тут я так понял мне нужно вернуться обратно куда надо вернуться мне обратно называется вчера уже играл все забыл нам сказали вернуться в космоделение это космоделение очень нужно просто через все это место пройти и не умереть задача конечно эпическая да разработчики конечно умеют накидать столько врагов что просто наступает звездец блин еще и когда забыл куда идти нужно это вообще просто супер смотрится да блин сколько вас тут бродит клонов агрессивных так ага мне сюда тут я не пройду ух ты ж блять да пошли вы в жопу я убегу так отлично я добрался туда куда надо так теперь надо идти в то капитанское место или нам вот сюда я уже не помню аллилуйя за мной никто не бежит нет все там бродят ну и бродите хотя я уверен что тут мы тоже встретим приятных личностей интересно как они тут оказались ведь тут же раньше их не было было только чудище странно это все полезного я так понял мы тут ничего не получаем так 73 процента плоховато у нас есть аптечка это радует так капитан ты здесь или ты уже кокнулся окей есть что почитать обряды в общинах отправляющих этот культ наблюдается не при неприятие внешнего мира и всего что находится за границей пещер кроме того примечательная неприязнь сотрудникам корпорации аж плюс и к работникам научной сферы вообще благодарственных обрядов зафиксировано не было только обряд искупления завязаны на предательстве тех кого обвиняли в действии против интересов общины или в добровольном сотрудничестве с учеными сжигали в ходе очистительного ритуала объяснялось это просто хаос завладел душой сердцем и разумом грешника это требовало вмешательства очистительного огня как части хаоса попытки вмешательства со стороны сотрудников аж плюс или других компаний вызывали агрессию всей общины что ставило жизни ученых под угрозу что за бред что за ахинея тут вообще творится ладно ничего полезного тут больше почитать я вижу нет ну вроде бы как по крайней мере или ну лично я не наблюдаю тут ни шприцов ничего либо еще поэтому давайте двигаться дальше так я вижу компьютер и мы можем наверное с ним взаимодействовать так это мы читали куклочка фантарук типа это их не новая книга поэтому мысли почему же культ фантарука несмотря ни на что не потерпел изменений последователи культа очевидно не видели необходимости в переменах а образ фантарука полностью отвечал их нуждому они стали отверженными мир хотел забыть о них и двигаться дальше а фантару согласно их вере помнил о каждом и должен был за них отомстить более ничего им не нужно было они знали что рано или поздно умрут они не верили в науку по крайней мере в то что для них успеют найти спасительные лекарства они оказались правы они умерли а их тела были сожжены некоторые видят иронию в том что единственный адекватный способ утилизации трупов послужил укреплению культа понятно я уже понял что мне херово я уже понял сейчас я приму дозу сейчас я ее приму так тихо тихо я знаю что мне плохо сто процентов но я пока потерплю потому что я хочу все почитать важные события иногда случались беспорядки зачинщики которых настаивали на внедрении практик новой веры в том числе очищение огнем все эти беспорядки были подавлены один из таких случаев привлек внимание общественности после смерти исконного скорбящие поселенцы из пещеры джара решили выместить свое горе на сотрудников фармацевтических компаний которые пытались им помочь в ходе конфликта из пещеры вырвалось около сотни зараженных никто из них не выжил их ослабевшие тела не перенесли жара египетской пустыне кто то иронически заметил что они получили по вере своей прошли очищение огнем символы был обнаружен повторяющийся символ который выглядел всегда одинаково вне зависимости от региона и времени прошедшего с появлением первых данных о фонтаруге он основан на символике древнеегипетского сета переработанной последователями фонтаруга подробных исследований на эту тему не проводилось поэтому намерения создателей этого символа до сих пор неизвестны так места поклонения главной святыней стала система пещер джара в египте размещалась гетто зараженных с 387 тоннели были приспособлены для жизни и соединены с сетью других пещер постепенно информация о культе и сам культ распространились за пределы пещер другие поселения зараженных есть мнение что этому недовольно невольно способствовали сами ученые которые работали в разных локациях и делились мнениями о культе когда было найдено лекарство против с 387 пещерный комплекс джара стал неофициальным местом паломничества но постепенно утратил свое значение сейчас его все еще посещают туристы несколько раз в пещерах джара были замечены группы людей исполнявших странные ритуалы но эти инциденты не привлекли внимание общественности существует городская легенда о том что это тайное место поклонения фанта руку однако достоверно ничего не известно ну короче понятно но важные лица новое верование характеризуется полным отсутствием внутренней иерархии или структуры исконный по-видимому является связующим звеном это один из зараженных которому как утверждают было явлено откровение в котором новое божество передала ему свое послание исконный принес постулаты новой веры людям обосновавшимся в пещере джара в других центрах кто-то всегда брал на себя роль старейшины но по очевидным причинам они не общались и не взаимодействовали друг с другом они никоим образом не могли создать структуру которая охватила бы множество поселений как это было с другими религиями так ну я думаю надо принять дозу потому что нам уже крайне плохо так и мне бы еще найти таблеточку я был бы очень счастлив но шприц я думаю тут нигде валяться так просто не будет а если и будет то наверное я его не найду так мне еще осталось компьютер почитать и все так таблеток тут шприцов никаких нет по крайней мере я не вижу что он здесь мигал поэтому давайте прочтем компьютер и пойдем дальше капитан личная запись 359 капсулы если что-то пойдет не так мне придется вести людей инструкция по эвакуации предписывает другой путь пройти через биомед 2 быстрей и безопасней надеюсь если придется я смогу справиться с толпой нужно быть готовым к неожиданностям у меня не будет времени добежать пассажирские каюты за кодами доступа так что надо постоянно иметь их при себе внимание коды капитанского доступа будут отправлены на внешний носитель данная операция не рекомендовано соображение безопасности конечно же отправить и теперь забираю доберитесь до спасательных капсул изи мы побежали мы побежали покажи пока что мы 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 Я не сказал ничего, и он не нуждался. Он предупреждал меня спокойно привезти к лечению исследований. Я ничего не потерял. Они взяли все от меня. Моя команда, мою жену, мою дать. Игнация будет 21 сейчас. Она может быть счастлив, и может быть, я бы был где-то. Я должен быть уверен. Я должен узнать правду, о том, что они действительно делают в этой исследовании. Эта часть меня не верит. Он не хочет верить, что эти люди могут быть behind a small pole, который убил моего ребенка. Мне кажется, что даже декоративные секреты находятся behind those арморных дворами. Посмотрите на этот технический. Я никогда не забываю эти глаза. Я убил их всех, если мне нужно. Ну что ж, капитан в своем безумии решил действовать. Ок. Так, теперь вопрос. Так, каюты младшего космосостава. Не пускают. В столовую тоже. Так, погоди. Так, а куда мне в итоге-то надо? Там где я... Так, опять со звуком у меня проблемы. Да что ж за... Что ж за беда-то такая? Так, да. Тут я, получается, был. Все, уходим. Все, тут больше ничего нет. Звук. Что ж с тобой-то? Начать заново? Полностью заново я не хочу начинать. Пускай уж меня лучше убьют. Я с контроля точки начну. Биомет 2. Мне сюда? Да. Отлично. Сохраняемся. Да. Короче, это что-то с игрой. Игра ломается. И в итоге мы вот слышим такой дебильный звук. Ну ничего, я сейчас все перезайду. И надеюсь все это исправится. Ну что ж, такая у нас была коротенькая серия. Очень коротенькая. Да, как я погляжу. Ну. Какая есть. Так, во все. Звук починился. Ну раз так, тогда и перезаходить не придется. Хорошо. Встретимся буквально через 30 секунд.